Здравствуйте, все дорогие друзья! С вами Айка Марач на связи. Мы продолжаем опять играть в Валенхардс. И сейчас нас опять с Эмилем отправили на войну, после того, как нас помиловали, когда прошел трибунал. Точнее, после попадания под трибунал. Смотрите, вон кто-то задремал возле печечки. Ну, оно аж... Носок на чернильницу обменяет. У него типа нет носков. Ну, вот честно скажу, друзья, кто вот, ну знаете, служил, не служил, я считаю, что каждый мужчина должен пойти и послужить в армии. Ну, у меня вот такое мнение. Может быть, я, конечно, неправ, неправильно я рассуждаю, но я считаю так, что каждый мужчина должен идти служить. Это такая вот школа жизни. Иначе он ничему не научится. Самое главное, не научится самостоятельности. И вот хотелось бы сказать, что без носков в армии это просто жесть. Как-то приходилось один день проходить вообще без носков. Приходилось, пришлось. И я вам хочу сказать, это была вот просто вот из ряда вон, но не идея, я даже не знаю, как это назвать. Ну, короче, это была реально жесть. Так, нам нужна птица, которую мы пока не можем достать. Тарелку, на которой он думает. Типа, надо на тарелку какую-то, наверное, еду посыпать. Скорее всего. А, типа, не пойму. Мы хлеб не можем взять? А, вот, собака может подобрать. Это то, что нам нужно. Сейчас мы корку хлеба дают. Ох, ё-моё. Не дай бог так жить, правда. Отдай хлеб. Ох, гляньте, как она перевернулась, прикольно. Голубь летит. Не пойму, собака, что ли, мешает или чё? А, во-во-во-во-во. Пёрышко. А, пёрышко, это, наверное, возможно для чернильницы. Неужели Эмиль хочет написать ответ на письмо? Ему было нужно перо. Теперь ему нужен носок. Так, а как же нам получить носок? Я думаю, может, где-то здесь что-то есть подходящее. Нет, тут тоже ничего нету. Нужна помощь. Меню подсказок можно найти. Пёрышко. Ну, понятно, он думает, типа, мгм. Ещё нужна чернильница. Вот этот мужик стоит, с ним можно взаимодействовать, я думаю. Нет, нельзя? Нельзя. А, что-то стоять. Смотрите, носок. А почему в тот раз у меня не получилось его взять? Я ж подходил там, табл на него. Ну, ладно. Не будем. Это баг, ребят. Это опять баг. Ничего страшного. Держи, брат. Ну, я же ж тебе дал носок. Ты чё? А, я понял, короче. Ё-моё. Типа, это грязный, нужно постирать, тогда он будет чистый. Ё. Короче, надо ещё носок постирать ему. Пипец, ну это дедовщина какая-то вообще получается. Носок принеси, иди постирай. Ты ещё сапоги мне почисти. Хорошо, а как почистить носок тогда? О, они ушли. Нет? Блин, а чё ж делать? А, никто не увидел. Смотрите, они не засекли. Летишки на жизнь. Потом хавать будем с этой посуды. Постирали вонючий потный носок в посуде, с которой же, возможно, и сами будем есть. Ох. Собачья печёнка. Ладно. Мокрый, надо высушить. Да писец, тебе, брат, всё не так, отвечаю. Сейчас скажет, погладь мне. Потом давай это, духи, короче, на него надо. Моя милая дочь. Я узнавал про Карла. Его жизнь вне опасности. Он всё ещё в лагере к югу отравился. Надеюсь, мне всё-таки разрешат его повидать. Спасибо за флот. Оно много для меня значит. Так, бежим, бежим, бежим. А чё стали? Стали и погибли. Ну, тогда пережидаем. Офигеть. Знаете, размочило просто всё. Бежим, бежим. Люди умирают один за другим. Болото, ё-моё. Офигеть, сколько человек погибло. Стоять, стоять. Стоять. Нет, 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 успеваем. Вот это на грани. Охренеть, валим отсюда. Валим, брат. Убегаем. Сейчас там будет бабах, бабах. Чёрт, я не успел. Вы видели, сколько там взрывчатки? Там просто склад. А этот саблей бежит, ему вообще по барабану. Или это Эмиль бежит? Нет, это не Эмиль. Всё, дёру, 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 дёру. Стоять, бояться. Вот тут заседают все. Пережидают бомбардировку. Нет, это точно не Эмиль. Типа, гоу, в бой. Чё-то есть, да? Так, мы не читали про предметы в этой серии. Табакерка. Табакерка сделана из нарядной гильзы. Из пустых гильз и других частей, использованных в боеприпасах. Салаты часто мы сели разные полезные вещи. А некоторые осколки снарядов сами по себе имели весьма причудливую форму и уже годились на сувениры. Табак на воне ценился очень высоко, поэтому его старались держать сухим. Во многих письмах с фронтом по Миланске есть специальный подарок от командования. Рождественская сигара, которую в окопах ждали не меньше, чем весточки из дома. Так. Дальше. Колода карт. Чтобы скоротать долгие дни окопной жизни, солдаты играли в карты, читали, писали письма и мастерили что-нибудь из подручных материалов. Немцы играли в скат, французы в манилью. А бойцы союзных войск в дурака и очко. Ну, понятно. Дальше. Жаровня. Дырявая каска, наполненная углем и дровами, используемая в качестве жаровни. Это необычный предмет, своеобразное переносное отопительное устройство. Следует отметить, что хотя каски и были металлическими, они едва ли защищали солдат от пуль. Так. И дальше. Офицерский свисток. Офицерам выдавались особые свистки, с помощью которых они подавали сигнал к атаке. Пронзительный звук свистка стал синонимом дороги в никуда. Поднимаясь из окопа, солдат не знал, суждено ли ему вернуться из боя. Да, согласен полностью с высказыванием. Насчет касок тоже могу сказать, что при службе испытал мощь каски на себе. Мощь это громко так сказано. Я, наверное, неправильно поступаю. Или правильно. Не можем мы это сломать. Окей, ну я поступил правильно туда, пододвинув. Или неправильно. Ну и чё, встали? Говнюки. Стоят, ждут все. А не, смотрите. Да залазь. А у него же должны быть ножницы. А, вот они, всё. Отлично. Каски, короче, ни от чего не защищают. Это такой предмет, вот правда, очень своеобразный, я бы сказал. What the fuck, мазафак. Он у вас на башке, типа, всё хорошо, он должен защищать, предохранять. Но на самом деле, ни хрена. Не защищает он ничему, и это печально. И она очень сильно мешает в бою. Вот прям, вот отвечает. Даже если она у вас застёгнута, грамотно к голове подогнана, она мешает. Она сползает, она шевелится, она вот по голове вот ёрзает у вас. Даже на шапку. Это, это, это просто, короче, собачий кал. По-другому даже я и назвать это не могу. Короче, каска это дурость. Может быть... Не, ну как дурость. От осколочного какого-то снаряда она спасёт. Не от любого... Так, колеса нет, да? Не от любого осколочного снаряда. А вот, даже вот не знаю, от какой вот маленькой шрапнельки, да, она убережёт. Вы не погибнете. Но от чего-то серьёзного, или от серьёзного осколка, или от серьёзной шрапнели, ни хрена она не поможет. Вот это вот, вот это 100% вам говорю. Так, а чё ты? А, во всё. Вот и колесо нашлось. Поэтому каска, она... Я считаю, это... В ней есть и плюс, и минус. То есть, и то, и то. Не надо думать, что каски, они прям вообще без... прям совсем бесполезны. Но... В большинстве случаев, конечно, каски, да. Они мешают очень сильно. В бой, в бой, мы мчимся в бой. Смотрите, там вон баллоны есть. Есть баллоны. Я так понимаю. Странно. А чё, ну ни с того, ни с сего. Кольсоны эти, красные кольсоны. Ещё так несколько надо, да? Я понял. Ещё щас кинем. Пулемётная очередь. Ну, перезаряжайся, братан. Пока ты перезаряжаешься. Так, хорошо. Тут мины. И чё делать? Я же взорвусь. И вы, уроды, тоже стоите. Ни хрена ничего не предпринимаете. Бесполезный овощ. От вас никакого прока. Каску бы хотя бы дали, чтобы я её кинуть мог. Нифига. Вообще ни на что не способны. Это просто ужас какой-то. Жалко, нельзя брать два предмета. Это было бы очень кстати. С одной и с другой стороны на поясе. И ещё могу сказать, что когда вы в полном обмундировании. Под полным обмундированием я понимаю подсумок с магазинами. Понимаю полностью химота вот эта, которую нужно надевать, зачехляться против газов. Потом вы ещё... Что вы ещё с собой такого тащите? Весь мешок, в котором котелок и всякая другая хреновина. То... Так, понятно. Ещё одна граната. Нужно ещё, надо возвращаться. А, нет. Нет, я пропустил дрова. Неужели надо накидывать? Прикольно. И это тоже очень сильно затрудняет и стесняет движение. И в результате чего вам очень трудно преодолевать большие расстояния. Хотя, хотя, если вы в принципе солдат как бы матёрый, да, если можно так сказать. Вы натренированы, то для вас тащить этот вес на себе это, короче, ерунда. То есть ничего как бы серьёзного. Вы его вытащите, вывезете. И всё у вас получится. Но это тяжкий труд. Особенно, когда, допустим, в химическую тревогу или в учение, тогда я бежал. Это было жесть. Я думал, надо ожидать, а оно оказывается можно так. Смотрите, ещё раз мы полностью собрали всем. Читаем. Письмо тунисского солдата. Дорогие мои родители, мне холодно. Страна, которую мы защищаем, настоящее царство льда и снега. Земля промёрзла настолько, что стало твёрже камня. А копаться практически невозможно. Я уже почти не чувствую рук от холода. Надеюсь, у вас в деревне всё хорошо. Вы получаете деньги, которые я... А, вы получаете деньги, которые я посылаю. Ахмед. Охренеть. За это тоже могу рассказать. Сигнальный флажок. Несмотря на то, что азбука Морзе уже использовалась, телефонная связь была весьма ненадёжной. В ход шли старые добрые способы передачи сообщений. Барабаны, горны, сигнальные флажки. Так, 11 ноября 1918 года именно сигнал горна ознаменовал окончание Первой мировой войны. Да, окончание Первой мировой. Ух. Так. А дальше-то нам что сделать? Мы типа... Етишки на жизнь. Там ещё наверх был ход, я понял. Блин, откуда автосейв? Сейчас я это... Дошёл до этого места. Залазим наверх. Так. Вон пушки палят. Вовсю. Так. Всё. Сигнал. Всё. Теперь дело заэмилим, ё-моё. Сейчас мы тут жару поднададим. Идём назад. Опа, колесо. Заметил. Так. Огу. Не открыть. Пушка. Всё понятно. Вот здесь всё... Всё устроено как надо. Чё там достаётся? Достаётся чё-то? Ни хрена не достаётся. Тележка, да? Тележка с патронами. А там ничего нету, да? Или чё? Я не пойму. Чё собака тут? Ну, копай, копай. Ну, чё ты, Эмиль? Непонятки, да, какие-то? Блин, вот... Вот правда, вот это вот подлагивание часто, часто... Это, конечно, печаль. Вот честно вам скажу. А почему он... О! Это снаряд? Сейчас мы взорвёмся с вами. Иногда вот нажимаешь кнопку, он почему-то не хочет копать. Понимаете, вот в чём проблема? Это вот такая вот проблема? Ну, 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 копни. Вот копни. Почему? Или уже всё? Оба-на, ключи. То, что нужно. И вот эту тележку нам тоже нужно вниз. Отсюда же мы возьмём с вами этот... Снаряд. Да, да, всё правильно. Да, блин, перелазь. Друг, ты чё? Так вот, я не рассказал по поводу химической тревоги. Когда там объявляют химическую тревогу, там все бегут в бункер или, допустим, химическая там атака какая-то. И вот когда вы бежите... А чё ты думаешь? Не пойму. Ставь, да и всё. Нет? Странно. Не хочется им вставить. Может, сюда надо что-то поставить? Типа, помоги мне. Так, понятно. Угу. Нам нужен... Так, нам нужно сюда загнать пулю. Пулю, пулю, пулю. Огромную пулю, огромный снаряд. А я и забыл ту тему, за которую я вам рассказывал. Надо что-то бросить в это дерево дурацкое. Когда вы полностью во всём обмундировании вы бежите и вы понимаете, что вот, знаете, как вот в газах оно ничего не видно, в дыму в этом сумасшедшем. Вы зачехлённый полностью в химоте поверх формы. С вас уже 7 потов сошло. Вы понимаете, что бежать уже нереально. Потому что, ну и автоматы, всё, короче, на вас. Всё, вы просто уже думаете, короче, как бздец. Вы сейчас просто замертво упадёте. Но не тут-то было. Вы понимаете, вот какое-то дыхание второе, третье просыпается, и вы всё-таки бежите дальше. Вы преодолеваете предел своих возможностей. Я, вот знаете, вот поговорка преодолеть свой предел, я понял, это в армии. Я до этого занимался спортом. Да, были моменты, когда вот я чувствовал, что я действительно там вот, ну-ка, вот преодолеваю там немножко какой-то предел там свой. Но это всё не то. Вообще, даже вот близко не то. В армейке, когда ты бежишь, и у тебя получается всё. У тебя уже не только, у тебя уже вообще ничего нету, ни сил никаких, ни физических, ни моральных. Но здесь у тебя открывается какое-то дыхание, я не знаю, второе. И вы понимаете, что сейчас вот это вот дыхание, оно вам просто вот поможет выжить. И вы в мельницу, да? В мельницу стрелять. Дальше деревьев. Ну, ок, давайте. Вот так. Нет, не то. всё? Мельница правее. Так, окей. Три дерева и вверх. Не понимаю тебя. Вот так, что ли? Попали, да? Отлично. Отличная работа, Фредди. Узнала о боевых подвигах друзей и решила наградить их за проявленную храбрость. От Анны тоже пришла добрая весть. Карл быстро поправлялся и уже мог ходить. Отлично. Временем верденская мясорубка продолжала крутиться. Потери ужасали. 70 тысяч убитых за месяц. Охренеть. Почти ежеминутно по одному францужу и немцу. Это продолжалось почти 10 месяцев. Страшно. 8 мая 1916 года отряду Эмиля поручили захватить форт Дуамон. Ключевой пункт германской обороны. Бросили в самое сердце. На этом я думаю друзья мы остановимся потому что следующая серия чувствует очень сильно напряженная и вообще очень такая эпическая и значимая думаю. Поэтому всем спасибо кто смотрел остается со мной до конца подписывайтесь комментируйте и ставьте лайки. Пока.